Своего рода тренировки начались у рязанского хора имени Попова. К 70-летию коллектив готовится с помощью именитых музыкантов. Первый мастер-класс дал преподаватель Гнесинки Владимир Царьгородский. Первое, с чего начал занятие Владимир Царьгородцев – дыхательная зарядка. Ее посоветовал делать всякий раз еще до репетиции. Потом уже можно и распеваться. От артистов добивается того, чтобы все тело звучало. Голова, грудь – это все один большой резонатор. Постарайтесь все-таки «О», а не «Е». У нас фистолка идет, и сразу опять плосковатый звучок. Он недостаточно емкий. Он замыкается здесь, замыкается здесь. И дальше третьего ряда вашего большого филармонического зала не полетит. Основное внимание на мастер-классе Владимир Царьгородцев уделяет артистам хора. С ними все отрабатывает. Но в зале много и других слушателей – студентов, музыкантов, руководителей народных коллективов. Профессора заслушались все. Много очень интересного мы услышали. Вспомнили свои студенческие годы, потому что мы учились у него. Это было просто замечательно. Столько позитива, столько знаний. После окончания мастер-класса для всех участников продолжился, можно сказать, индивидуальный. Артисты рязанского народного хора показали Владимиру Царьгородцеву несколько своих номеров. Оценку получили высокую. Здесь каждый человек, сидящий рядом, должен исходить из мелодики соседа своего. И вот мы с ними попробовали на упражнениях, даже это, вы, наверное, все это видели, слышали, попробовали поимпровизировать. И есть ушки, есть какая-то реакция на то, что сосед делает. И, в принципе, коллектив довольно хваткий, и можно большие дела делать. Такие слова мимо ушей рязанских артистов, конечно же, не пролетели. Рязанцы попросили Владимира Царьгородцева сотрудничать с ними и дальше. Профессор согласился. Так что, возможно, репетиция с его участием состоится уже в скором будущем. Елена Серегина, Денис Левин. Новости Рязани. Денис Левин. Новости Рязани.